Чтобы вернуть замерзающий на Ямале экипаж судно капитан Белодворцев, в порт омская компания будет подавать в суд. Напомню, речь идет об организации «Север». Это ее сотрудники остались на крайнем севере без тепла и еды. Нам удалось связаться с одним из матросов Виктором Карапетри. Он служит на судне механиком. По его словам, конкурсная управляющая Оксана Попова, которая сейчас управляет компанией «Север», команду бросила. Только после вмешательства СМИ ситуация немного изменилась, появилась еда и совсем немного топлива на обогрев. Однако, когда экипаж вернется домой, до сих пор неизвестно. Это вообще посторонние люди. Тут даже малые катера подходили. Кто 100 литров давал топливо, кто 200. Продуктами делились, там картошку, хлеб. Если наша госпожа Попова не могла найти деньги на питание, для того, чтобы экипаж был сытый и обогрет, деньги на топливо не могла найти. А что говорить о том, что найдет деньги на дорогу? Это тяжело сказать. На дорогу нам надо на 6 человек в пределах 90 тысяч. Корабль терпит бедствие уже двое суток. После того, как груз был доставлен в порт Сабет, судно не смогло вернуться в Лабытнанге. Не хватило топлива. И судя по отзывам бывших наемных работников омской компании, такое происходит не впервые. Вахтовики не то, что двое суток, а даже по три месяца находились на судах без возможности вернуться домой. И топлива на рейс тоже не хватало. Компания «Север» обанкротилась в июле этого года. В августе руководителя фирмы Валерия Щеглова суд признал виновным в невыплате зарплат в размере 3 миллионов рублей. По словам конкурсного управляющего Оксаны Поповой, денег, чтобы вернуть в порт корабль, в организации просто нет. И виноват в этом в том числе сам экипаж. Ну теперь, чтобы вернуть моряков в порт, конкурсная управляющая намерена судиться собственникам груза, который так и не заплатил за транспортировку.